всем привет дорогие друзья сегодня нам на ремонт попал планшет фирмы lenovo модель точно не скажу в описании конечно вы увидите проблема банальная вырвана кнездо под зарядку с корнями ну и кто-то его уже пытался ремонтировать говорят не получается упрощает нам то что он уже разобранный почти точно нужно только расчелкнуть плохо видно что у меня маленький а планшет достаточно большой 8 дюймов даже наверно больше 8 крышку снимаем она нам не нужна больше первым делом отстегиваем шлейф аккумулятора извлекаем аккумулятор полностью чтоб он нам не мешался далее отстегиваем шлейф все и вытаскиваем их не так шли дисплея шлиф тест-скрина и еще какой-то шлейф знаю дальше у нас танка берем паяльник и отпаиваем провода идущие вниз это у нас вибромотор судя по всему и динамик хотя провода 3 может быть какой-то общий из них звук у нас стерео динамиков у нас 2 так сейчас отпаиваем верхний динамик чтобы нам не мешался всю динамика и извлекаем плату плата извлечена это у нас был датчик приближения и отдаления убираем в сторону дальше извлекаем камеры одну вторую чтобы и не мешались так ну кнопки боковые оставим принципе аккуратно будем делать смотрим да здесь уже кто-то ковырялся что-то напаяли но разъема нету так разъем не подготовлен честно говоря вот такого типа будем его ставить вот так вверх ногами потому что плюс у нас плюс у нас здесь нет наверно даже не такой разъем земная другой разъем этот мне что-то не очень нравится возьмем ну наверное вот такой разъем сейчас покажу это у меня коробочка с разъемами под китайские аппараты вот такой разъем возьмем более аккуратный и мы его впаяем таким макаром сюда сейчас вверх ногами видим плюс у нас здесь введен так чего сейчас делаем берем мы оплетку уберем очки и чтобы оплетку у нас лучше права припой старый потом что хрен его знает что там за припой мы эту оплетку маленько в канифоле обычная канифоль основа сейчас начнутся у нас олдскулы всякие в канифоль использовать нельзя можно если осторожно и лишний припой мы весь сюда сейчас уберем чтобы он нам тут не по костю нечего любой мы убираем все лишнюю припой мы убрали оплетка нам больше не нужно сейчас ватной палочкой мы уберем остатки от канифоля выбираю их изопропиловым спиртом самое популярное что может быть так теперь смотрим так плюсовой контакт есть минусовой контакт в принципе он на плате у нас общий можно хоть куда припаяться теперь нужно заводить плюсовой контакт он у нас самый крайний используя припой хенкель германский мне он очень нравится по качеству паяет прям изумительно сколько я перепробовал самый лучший и нам надо подготовить разъем разъема мы будем паять только две ноги потому что хозяин сказал что мне только зарядка нужно не будем заморачиваться с придачи данных так что пропаяем две ноги так для разъема возьмем немножко флюса плюс у нас здесь 23 самый дешевый который не жалко можем интерфейсные ноги разъемы и просто небольшим припоя мы проложиваем чтобы просто потом легче было пытается так то у нас маленько понялись все лишний такой можно убрать жало я это делаю об железную стенку подставляем теперь разъем с камеру маленько при спущу чтобы мне тоже было видно подставляем разъем так не смотрим что с ногами у нас здесь стоял разъем кверх ногами и потихоньку начинаем пропаивать для начала один контакт чтобы можно было выровнять разъем можно плюс небольшое количество флюса можем нанести на остальные контакты сейчас уже у нас разъем никуда не съедет берем припой и разъем не жалея припоя потому что мы появимся на плату не через плату впаиваем этот разъем сюда припоя жалеть не надо в таких случаях иначе вырвут причем очень часто вырывают с корнями так ну все четыре ноги у нас припаяны теперь нужно нам пропаять плюс и минус плюс просто подгибаем плюсовой контакт припоя мало стараемся его пропаять в платье если так не получится то в принципе можно будет взять кусок провода сейчас я ближе посмотрю не видно просто так не пропаялась то берем 1 подготовленный у меня был заранее где-то кусок провода но я его уже не ощущаю вот он да все есть кусок обычного заложенного провода у меня здесь ну его сейчас между платы и контактор на разъеме припаяем чтобы было лучше вот и все взгляну да неплохо лишнее мы обрубим сейчас скальпелем потому что нам он еще нужен теперь мы этот же провод припаиваем к минусовому контакту и так пропаяли мы два контакта плюс и минус теперь плату следует отмыть от остатков плюса хоть у нас и плюс без смывания но все равно надо его отмыть отмываем специальной зубной щеткой и изупропановом можно не бояться изупропанов хуже не сделает никаким образом так ну все плата чистая у нас вот так все блестит фокус у меня конечно же не берет вот так плюс минус видим припаяны три контакта у нас в воздухе ну за что хозяин платит то и мы не делаем теперь все лишнее мы убираем плату следует установить даже наверное не будем устанавливать сначала мы наверное проверим все таки нашу работу не подключая дисплея вот у меня есть вот такой кусок кабеля соизолированный уже вот здесь в этом месте также есть лабораторный блок питания вольтаж на котором сейчас 5 вольт стоит сейчас мы подключим сюда плюс и минус от лабораторного блока питания и сначала без аккумулятора подадим сюда ток а потом подключим аккумулятор маленько продукт надо и смотрим так подключили лабораторник на сфокусируюсь она выдает 0,8 ампера сейчас мы подключаем аккумулятор сюда и посмотрим пойдет ли зарядка у нас так аккумулятор подключили и смотрим на лабораторный блок питания зарядка у нас пошла 480 мА он потребляет на зарядке это очень хорошо так сейчас соберу и продолжим дальше уже на собранном тестировать так планшетный компьютер он собран видим отображается аккумулятор потребление у нас по лабораторному блок питания также 480 мА планшет к сожалению полностью разряженный при попытке старта он нам не дает аккумулятор стартануть на этом считаю ремонт окончен куда-то же 480 мА у нас заходит я уже не думаю что в нагрев хотя бы пошел старт с хозяином будем созваниваться планшет чтобы он забирал спасибо за просмотр конечно же подписывайтесь на канал не обижусь вообще на лайк до новых встреч пока-пока